Играю с Майклом Бэроном, мастер Фиде из Австралии. Уже были у меня записаны партии с этим товарищем. Ну и давайте попробую здесь конь С3. Как-то поменяю немножко схему игры. Хочу дальше Ферзь Д2 и длинную рокировку сделать. Здесь конь А3. Необычное развитие. Сбиваюсь с теорией соперника. И попробую где-то начать игру на короле. Ф3 с идеей Ж4. Ему конечно же нужно бить по центру где-то С5 или Е5. Правильно он делает. Так, слон Б5. Наверное белопольник здесь мне выгодно поменять. Так как конь С6 очень сильный. И собственно это и делаю. На БЦ сразу хочу коня перебросить на С5. Кстати, игра уже больше какой-то позиционный характер, наверное, приобретает. Поскольку слоны с доски ушли, атаку на короля я уже проведу Е2. Фигура разменена. И нужно уже играть как-то по черным полям. То есть хорошо бы коней сюда поставить. Поэтому одного ставлю на Д3, чтобы второй пошел на С5. Так, можно сделать два нуля. Получу Е5. Можно попробовать еще Ф4, но тогда поле Е4 отдаю. Наверное, рокировочка. Так, Е5. Ладья Е1. Пока у него слон не вышел, попытаюсь где-то подвязать немножко. На Е4 имею в запасе ход конь С5. Кстати, не обязан я сразу так ходить, потому что дам возможность сопернику разменять фигуру. А у него здесь как-то на вид тесно. Быть еще. Подвести ладью пока на Е3. Вторую на Е1. Сдвоение, думаю, здесь уместно будет. Потому что коня он увести здесь не может. У него пешка Е5 под боем. Все равно уводит. Не боится. Конь Б6, ферзь Б6. Пешку выиграть не могу из-за связки. Правда, могу встать на С5 в там вариантах. Пока младей Е1. Конь С5, если сразу, но слон Ф5, наверное, будет. Ну ладно, убью. Конь С5. Нет, конечно же здесь. Брать черный не мог-то за ладьей Е8. Слон Ф5, ладья Сана Е1. Так, слон Ж6. Укрепился немножко соперник. Но я, в свою очередь, хочу укрепить пешку Д4. Таким ходом. Мне кажется, размены здесь будут в мою пользу. Все-таки пешечный центр скорее фиксированный. Думаю, что конь Веншпиль будет сильнее, чем слон. Если я еще пешки по черному расставлю, у меня будет больше шансов. Поэтому размены, наверное, здесь мне выглядят массовые. Здесь чем взять на Д4. Вроде хорошо и пешка. Взем тоже неплохо. Ну, думаю, что даже пешка. То есть, в будущем хочу где-то короля перевести, наверное, даже в район поля Д4. Чтобы это поле заняло именно король. Король Ф2 пока уплотнился. Может быть, где-то А4 еще поставлю. Захватить побольше пространства. Слон Б1 на это, наверное, А4 будет ход. Вроде черный ферзь нигде мне здесь проблем пока что поставить не может. Король Е3. Еще ближе подвожу короля. Чтобы уже позицию подготовить к будущему размена. К переходу в легкофигурный Яншпиль. Так, слон Ж6. Соперник особого плана, видимо, не имеет. Играю Б4. Так, вот он повел уже все-таки где-то на линию Е. Меньше времени. Нужно немножко ускориться. Допустим, А5. То есть, аж 2 не страшно совсем. Так, пора переводить коня, я думаю, в район поля Ф4 или на Е3. Куда-то туда. Конь Д2, конь Ф1. Конь Е3 теперь. Так, сюда соперник решил. Это интересно. Он ферзь Ф4. Или ферзь Е3. Не, конь Е3 все-таки. 22 секунды на часах. Так, сюда пошел. Хочет ничью. Но, наверное, нужно соглашаться. Времени намного меньше. Ну, возможно, я где-то допустил активность. Потому что здесь еще черный ферзь мог пойти на С1, например. И куда дальше переводить коня, непонятно. А слабости все-таки у меня есть. При случае какие-то шахи. Возможно, где-то ходов 10 назад я мог более грамотный план выбрать. И получил бы позицию лучше, чем сейчас.